ему которая совершенно непонятно может быть ее можно сделать вот она может быть выглядит чуть будет выглядеть чуть чуть более так сказать структурно если мы не ну то есть вот вообще есть такая наука про кафибрантно порожденные модельные категории вот и там ну в принципе это отдельная тема я не буду сейчас они говорить но смысл в том что есть какие-то довольно маленькие множество вот и это порождающие кафибрации порождающие кафибрации и есть вот же некоторое довольно маленькое множество стрелок порождающие ациклические кафибрации вот ну и в частности значит любая ну в частности значит любая фибрация она должна то есть фибрация определяется так что они значит должны обладать вот этим свойством подъема относительно ациклических кафибраций и ациклические ациклические фибрации вот должны обладать свойством подъема относительно вот и ну как это собственно и положено теперь значит вот в этой не ну там есть еще какие-то аксиомы более разумные про малый объект которые позволяют собственно делать вот эти функториальные факторизации в 5 аксиоме вот но смысл как бы пока вот в этом так вы что ну полную науку это нужно отдельную лекцию читает ну вот смысл том что на самом деле в случае вот о котором шла речь в случае комплексов вот эти вот и и g они предельно маленькие простые а именно можно вести такое вот ну давайте в случае р модулей может быть случае произвольные абелевые категории с достаточным количеством проективных вот можно как аршак дел делать но их просто побольше будет этих вот значит вот если у нас категория а это армад вот тогда можно здесь взять это вот ар степени там n вот и нули во всех других местах это такой комплекс вот а d от n это значит вот r identity r значит n это минус 1 наверное потому что тут такие дурацкие ну и 0 во всех других местах вот и тогда у нас значит есть некоторые отображения между этими комплексами например есть но ну 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 я рассматриваю сейчас категорию r модулей но нет я думаю что ну если уж достаточно количество если есть проективный генератор то уж точно может не быть да 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 это это можно интринтикли так сказать охарактеризовать там в терминах пределов не не он если более другое можно если у вас есть абелевая категория ну то есть также как на при этом вот утверждение такого же типа как например что любая там категория абелева категория гротендика имеет достаточное количество инъективных объектов но не проективных то есть это есть какое-то внутреннее там я его не вспомню сейчас там про эти пределы и копределы определения дополнительная как все мобилевые категории из которого можно вывести что он любой объект вкладывается в инъективный ну и гротендика таким образом там доказывал судя по всему что на любом сайте там есть достаточно ну достаточно количество не тилет объектов и можно не на чем не важно давайте я все таки я хочу более простую вещь сказать давайте рассматриваю категорию r модулей тогда значит у меня есть для каждого n такие вот две штучки да и я могу рассмотреть вот такое отображение судя по всему вот она является отображением вот это с от n вот это d d от n d от n плюс 1 наверно в этих обозначениях не знаю вот и вот такой вот комплекс да то есть это нулевые то есть вот значит это есть такое отображение это является моим значит кем это является да то есть у меня значит есть вот вот это с от n и это я так понимаю что и вот и а а циклические к фибрации это вероятно там 0 должен вкладываться в дн я так понимаю потому что ну при любом м потому что бы ну потому что вот эта штука она циклична поэтому вроде больше ничего в голову не приходит вот и просто я хочу сказать что значит вот если мы во все это верим а именно во что мы верим что отображение является фибрацией тогда и только тогда когда она значит обладает свойством подъема относительно g а g это у нас вот очень простое семейство вот такое да а циклической фибрации когда вот она имеет свойство подъема относительно такого для любого м соответственно вот давайте просто попробуем я ничего нового сказать не хочу в дополнение к тому что вот говорил аршак я просто хочу как бы просто попытаться немножко сформулировать то что что как бы мостик такой вот перекинуть и вот это лима может быть будет чуть чуть более сказать выглядеть нормально если я тут ничего не перепутал давайте попробуем а значит например сказать что такое что вот что-то обладает свойством подъема относительно g вот у нас есть 0 тут у нас есть а а идентийте тут там степень n степень n минус 1 тут м н и вот мы берем значит м н которая обладает отображение комплексов которые обладают свойством подъема относительно вот этого дела ну значит вот тут нули стоят соответственно дальше ну это собственно что уже говорилось значит что такое вот холм из такого вот в категории арама ну комплексов этих самых армодулей вот из такого вот комплекса вот в любой комплекс м ну значит если тут стоит n как это определял вот здесь n да да вот здесь то тогда это просто м м энт элемент значит комплексы м почему потому что ну вот здесь у нас есть генератор иди ну то есть ну да не единицы я имел ввиду вот этого r-модуля единица должна куда-то перейти в м м это может быть совершенно любой элемент куда она переходит да вот а дальше уже значит если у меня единица куда-то переходит то вот это дифференциал поэтому образ этой единицы то есть допустим единица переходит какой-то элемент м который принадлежит м м тогда вот этот вот элемент допустим единица бар да она переходит соответственно в dm ну и так далее это и получается единственно восстанавливается там отображение вот прекрасно да аналогично если я рассматриваю вот хом из вот этого с м который когда он есть просто одно значит вот r в любое м то это то же самое что циклы м циклы в м но что она тоже может перейти в любое м но дифференциал от него должен быть нулем да то есть это должен быть цикл а здесь дифференциал не должен быть нулем после дифференциал это вот что угодно как вот поэтому значит просто вот на вот эти условия на фибрации и на циклические фибрации вот показать в терминах этих диаграмм давайте начнем с давайте начнем вот с этого вот g значит то что обладает свойством подъема относительно g это должна быть просто фибрация то есть по компонентность сюрективное отображение ну и действительно значит что у нас такое вот у нас есть допустим м н и тут есть ноль там дн да и пусть есть какое-то свойство подъема значит вот вот от вот какие у нас есть отображение есть вот это отображение как надо обозначить что ли а тут значит допустим альфа ну вот значит альфа у меня есть до альфа мне задает просто вот альфа это то же самое что отображение что элемент и в н н да то есть элемент вот ну н н принадлежит принадлежащий н н вот а теперь у меня я хочу построить значит подъем подъем не будет задавать подъем это будет задавать элемент м из м в н ну и так как у меня есть коммутативность то вот f от этого вот м должно быть равно н правильно то есть это в точность означает что в м ты значит градуировки мое отображение сюрективно ну что для любого вот этого тут вот это может быть любое н да как мы там раньше объясняли что для любого есть такое вот отображение вот а подъем это значит какой-то прообраз этого существует то есть это вот способ сказать селективность то есть таким образом значит в принципе это то есть идея в том что мы хотим вот в терминах таких вот малых множеств фибрации кофибрации все переговорить и смысл этого вот в том что мы хотим использовать вот аксиому на не аксиому small object аргумент квилина но наверное сегодня уже про small object уже надо не будет времени говорить что мне было верено все таки не два часа а полтора более-менее там вот этим человеком ну я не обижаюсь конечно вот давайте теперь просто вот посмотрим что на что нам даст соответственно что нам даст то и что мы выяснили тут мы выяснили что для вот для g для g вот свойство накрывающей гм а вот подъема это то же самое что с юрективность для вот этой стрелки да это видно правильно или или еще раз нужно объяснить то есть еще раз давайте может быть я просто плохо сказал на что мы тут выяснили что f значит выяснили выяснили давайте напишу f м в н обладает свойством подъема свойством подъема относительно 0 в дн тогда и только тогда когда м н в н н и пи понятно вот то что ну я это показал как бы да ну это просто вот даст ну ну просто потому что я знаю что из d от n отображение в м в н или там в м это то же самое что элемент м н и н н соответственно а это ну как делается что вы берете вот эту вот единицу если вы хотите вот этот комплекс отобразить в любой вот это у вас стоит в степени н тут вот это степени н вот это степени н минус 1 вот тогда значит вот r вот это вот единица должна переходить в какой-то вот элемент в степени n здесь и этот элемент может быть действительно совершенно любой потому что нету никаких условий на границу этого элемента потому что вот грани тогда вот вы знаете как бы что вот вот это единица единица бар это называл вот это вторая единица она должна перейти в границу вот этого м вот и поэтому отображение из такого комплекса в м это то же самое что элементы вот из m вот n 3 компоненты поэтому свойства подъема это в точности сюрлективность вот а дальше значит то есть мы таким образом можем действительно сказать вот что что любая фибрация она просто это просто переговорить что по компонентно-селективное отображение то в точности что обладает свойством подъема относительно g вот давайте теперь посмотрим вот свойства подъема относительно и это более сложно значит с от n тут у нас будет d n плюс 1 да вот а тут m и n вот морально значит так как это не квази изоморфизма я хочу это считать порождающими кофибрациями ну вот здесь должно быть а циклическая фибрация то есть должно быть отображение которое значит является по члена сюрлективным правда вот как нас учат кроме там нулевого члена или в случае когда она циклическая то это не важно а кстати а кстати а вот здесь вот кстати да вот здесь вот а где мы видим что здесь вот кроме нулевого члена давайте-ка поглядим вот можно ли вот можно ли если n равно 0 и у нас комплексы доходят до члена 0 а дальше нулевые то можно отсюда что-нибудь заключить или нет насчет сюрлективности вот это интересный вопрос ну то есть вот вот у нас значит да только циклы судя по всему да потому что да нет а почему сейчас а почему не можем но у нас вот если n равно нулю да вот а этого а этого а этого просто вообще нету да 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 а нас просто этого нету да нет у нас просто комплексы разрешены у которых вот которые в положительных степенях нулевые нет а это важно поэтому у нас не может быть такого комплекса у нас нет а вот именно в этом фишка я думаю что вот 01 такого у нас просто не бывает в нашей категории нет нет ну предположим у меня был бы вот такой вот комплекс вот тогда совершенно очевидно что вот ну вот эту единицу нет но она приходила бы в ноль и переходила бы какая она бы тут переходила в ноль тут у меня тоже вот нулевой член а дальше ноль нет меня они я не вижу в этом проблемы правило в том что такого комплекса нету если бы он был бы то я бы получил селективность нулевой компоненте а такого точно таким же образом а такого комплекса у меня нету потому что у меня категория обрублена нафиг а если у меня комплексы в обе стороны то она не обрублена поэтому я могу этот аргумент для любого n применять поэтому углевое селиксировал так что да вот получается что вот как-то так правильно и так сказать вот об этом на это вообще не надо давайте давайте посмотрим дать все таки мы посмотрим значит вот вот эту диаграмму и мы должны морально получить тут ациклическую фибрацию не не ациклическая про до циклическую фибрацию то есть вот такое вот более сложное вот о чем нам тут говорит вот эта лема вот на циклическая фибрации вот это вот как бы ее эквивалентная форма да вот значит давайте посмотрим что у нас как говорится дает solid arrow diagram значит отображение из sn в m это вот здесь это просто цикл элемент вот который n цикл в м да потому что вот когда у меня есть такой комплекс еще раз r 0 0 и так далее это сидит в степени n когда я это отображаю в любой комплекс м м там н н минус 1 м н плюс 1 так далее то такое отображение это в точности задается вот образом это единицы это некоторый элемент здесь но это может быть не любой элемент потому что d от этого единицы здесь равно нулю значит d от этого должно быть равно нулю здесь значит цикл правильно вот значит вот это отображение задается циклом а вот а вот это вот задается отображение н н да то есть вот 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 эта стрелка это то же самое что н н или или сейчас я что-то перепутал наверно это н плюс 1 н н н плюс 1 сейчас а нет н а это н плюс 1 вот да вот это н плюс 1 и я хочу знать да я хочу построить значит вот такую вот это будет значит м н н плюс 1 то есть это будет м н плюс 1 должно отображаться собственно куда оно должно отображаться вот в н н плюс 1 и тут должно быть какое-то согласование да то есть согласование заключается в чем что d от этого элемента вот вот видите вот сейчас как вот такую вещь вот написать видео видео такого вот вот произведения здесь то есть это у нас должна быть такая штука это будет вот м н плюс 1 да и оно должно отображаться оно должно отображаться в н н плюс 1 здесь а здесь z n m как это а ну да то есть наверно вот надо вот как-то так и написать только надо еще понять почему а тут надо наверно z n n написать то есть то есть вот только я сейчас не очень понимаю почему я должен так написать конечно это должно быть эпи еще раз можете повторить извините пожалуйста z n плюс 1 вот это да 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 вот этого знаю да да и дальше они должны просто быть согласованы на вот вот здесь вот согласованы вот на таком вот как ну да да то есть получается что вот то что отвечает свойство права подъема относительно вот этого в степени ему то просто вот в точности такие вот эпиморфизма но и дальше это можно как бы доказать уже руками но вот собственно то есть вот этот диаграммный поиск вероятно а вот доказать руками то что значит вот это то же самое что f по члену селективно и задает изоморфизм на когмала сали довольно просто доказать то есть вот я так поглядел в книжке вот в секции 2 3 вот этого хоре которого вы называете как-то хавей я думаю хаве судя по всему ну неважно да не знаю в бельгии например длиния все почему-то англитийский манер называли длиния я не помню вот да и значит вот можно вот так вот допустим у нас для любого n есть вот эпиморфность такого и даже то есть в одну сторону эту лему как и дальше можно ну по крайней мере дальше можно показать что вот это вот эквивалентно тому что вот вот это отображение f она селективно по члена и значит является изоморфизмом когмологии вот и ну я не знаю можете это просто это на самом деле как-то очень просто это просто вот надо какие-то разные там вот здесь вот брать брать разные отображения и в принципе ну вроде все получается то есть я не я не тоже нужно нужно поимпомизировать конечно в принципе это действительно вот все следует вот отсюда как собственно лиме утверждается но смысл в том что вот такая вот так и такая вот реформулировка реформулировка всего этого она нужна для того чтобы можно было бы можно было сразу делать вот функторе вот это собственно есть small object argument чтобы делать функториальное разложение вот cm5 аксиомия вот а для этого там нам нужно знать что что нам вот эти вот порождающие фибрации кофибрации нам нужно знать что вот ну домейн так сказать вот любого элемента g она малая насколько я понимаю вот я боюсь сейчас собрать по моему для любой ну уж по крайней мере если для любой стрелки она малая в нашей категории то это заведомо так но на самом и в нашем случае так и будет но в принципе требуется требуется меньше требуется чтобы она была малая по моему для любых нужен ну кафе кафе брации там или а цикличные я просто не помню сейчас в общем есть некое некое очень красивое рассуждение вот которая аршак не захотела рассказывать вот которая позволяет эти факторизации вот сделать ну в принципе можно было бы попробовать сейчас уже поздно да уже в принципе это очень красиво то есть вот но я вот это вот хотел рассказать просто для того чтобы вот просто как чтобы была вот эта интерпретация что вот наши вот эти морфизмы если фибрации ты смысл такой что мы всегда задаем как бы руками кофибрации циклические кофибрации и минимальное их множество вот как здесь а и джей а дальше мы просто берем фибрации а дальше потом мы определяем уже все соответственно кофибрации как те которые уже подъем в другую сторону удовлетворяют относительно этих фибрации циклических фибраций ну и чтобы это все сошлось нам нужно некое согласование всего этого дела это по-моему теорема 1 3 2 1 19 не помните но вот в этой книжке хобби там есть теорема вот что нам нужно на это все требовать чтобы это все реально сошлось модельную категорию и это очень красиво в принципе ну потому что ну точно так же можно и протопологические пространства думать и вообще в принципе это некая машинерия которая делает такие вот модельные категории я вот когда-то что там проверял для каких-то модельных структур на слабо унитальных категориях и там действительно берешь вот эту вот теорему и вот просто по ней вот ты все видишь там на только разобраться кто есть кто но если ты это вот правильно понял тогда уже все вот ну ладно давайте тогда можно сказать что на 7 на этот смест объявляется закрытым в следующем семестре можно будет продолжить в принципе я так понимаю что есть некое пожелание говорить о более таких конкретных вещах и менее абстрактных то есть про формальность там конце веща и про ну я так понял а ну можно как бы ну по крайней мере надо в этом направлении хотелось бы тоже продвинуться а то об этих вещах можно говорить до бесконечности вот ну можно будет как бы периодически об этих вещах говорить то есть нет никаких строгих табу то есть все welcome вот виктор же петров да правда да правда это по-моему я этого не слышал но может быть кто ну раньше такого не планировалось то есть может быть они переиграли что-то но раньше планировалось что об этом будет виктор петров вести семинар да ну вы дайте дайте все таки вот если вот у кого-то есть интерес я просто сейчас а где моя сумка вот я просто напишу какую вот вот эту теорему вот которую я тут сослался про чтобы ну если кому заход кому-то захочется чтобы они значит читали то есть вот вот как называется теорема которая говорит что все значит сойдется да то есть что вот вот из этих и и g у нас и что вообще для этого нужно чтобы у нас получилось действительно вот модельная категория сейчас извините пожалуйста минуточку еще вот это вот 2 1 19 хобби схема 2 1 19 вот ну и да действительно какие-то вот условия которые вот сформулированы исключительно в терминах слабых эквивалентностей вот этих вот а и джей которые значит гарантирует что все у нас сойдется вот но можно будет это тоже в общем обсудить по ходу дела если у вас будет желание и да и и кстати вот замечательное что на самом деле кто у нас является вот в этом вот просто теорема вот в этом контексте вот вот что давайте еще вот один момент все-таки я скажу вот в этом контексте у нас теорема как бы говорит она характеризует если у нас есть кофибрантная вот кофибрантно порожденная модельная категория вот вот в этом смысле то теорема говорит что любое любая кофибрация является ретрактом то что называется с отображения на что такое с вот есть вот понятие айс селл есть понятие же и селл и вот значит любая любая кофибрация кофибрация является является ретрактом ретрактом а вот айс селл и что это означает означает что вы как бы делаете так вот итеративно такую вот процедуру вот вы берете такую вот диаграмму значит а б вот тут у вас вот некоторые ай вот из нашего вот а и в нашем случае у нас это все просто числом н нумеруется а вот здесь значит некоторые x и ну некоторые x да и вот мы по нему значит строим вот такой вот пушаут пушаут вот так обозначается да то есть мы строим вот такой вот пушаут получаем некоторый но некоторые там x там альфа это x альфа плюс 1 вот а она значит берем и все вот и берем значит x 0 которое было самом начале ну мы с какого-то x 0 там начали а потом вот это делаем итеративно потом это же самое делаем для x альфа плюс 1 и так далее и вот мы получаем такую вот систему вот и потом берем ее к предел как бы то есть берем значит x 0 который отображается в копредел вот этих вот x и и это значит называется вот цел объектом то есть в нашем случае в нашем случае где значит в нашем случае только я наверно немножко не а нет наверно все правильно сказал ну да да то есть то есть потому что в нашем случае это будет как бы нам нужно будет ну вот то есть да в нашем случае это значит 0 0 и вот тут вот эти вот дн стоят а тут значит x альфа x альфа плюс 1 и каким образом мы можем тогда выразить x альфа плюс 1 через значит x альфа но мы должны вот тут у нас есть вот вот некоторый элемент который сидит началась кто-то сидит в степени n и кто-то в степени n минус 1 вот у нас сидит один генератор и единицы в нем есть генератор который вот в степени n сидит вот и новый элемент который в наш пуша вот тут новый элемент который в наш пуша вот каким-то образом добавляется но а дифференциал от этого элемента должен лежать значит вот старых вот этих вот делах вот и ну да и ну да да и вот в общем получается таким образом что мы как бы добавляем новые элементы дифференциала то есть вот x альфа это мы добавим альфа плюс 1 мы добавляем новый генератор вот от которого дифференциал лежит вот старых не только я что-то не очень понимаю почему тут так получается наверное так получается буквально если я вот с тут а ну да конечно я должен с написать аж просто кофибрации рассматриваю с значит n n n n n n n да вот да то есть вот и вот я извиняюсь то есть вот ну n потому что какая-то вот если тут где n n n 1 да да вот совершенно верно да то есть значит вот я рассматриваю да я рассматриваю вот такой вот пуша вот то есть это означает что вот здесь я беру какой-то цикл и потом я этот цикл убиваю дифференциалом некоторого вновь добавленного элемента то есть это означает чтобы да что я могу как бы добавлять такие элементы границы от которых принадлежат уже известному этому сам то есть у меня на моем комплексе вот прям x возникает возрастающая фильтрация x0 там x1 x2 вот и в принципе если у нас комплекса ограничены вот справа то эта фильтрация в общем ничего нового не дает такая фильтрация есть каноническая на любом комплексе а именно если у нас вот есть комплекс там m 0 там m1 m2 то может быть за и такую вот глупую фильтрацию можем взять этот член как нулевой член потом эти два как первый эти три как там 2 и так далее у нас дифференциалы будут несомненно лежать вот в этом деле а если вот у нас комплекс там бесконечно в обе стороны или же по крайней мере хотя бы в одну сторону но в другую вот в положительные до градуировки в нормальном понимании то есть вот в ту сторону то возникает некое уже нетривиальное условие то есть вот это вот добавление новых элементов дифференциалы от которых лежат вот в том что у нас уже есть это некое нетривиальное на самом деле условия вот и но вот как-то так да то есть на самом деле эта ситуация примерно выглядит так что мы там стартуем с какого-то там вот если у нас есть там армо air модули то мы стартуем там просто с какого-то комплекса который есть там прямая сумма там какие-то р сдвинутые там на н и там то есть мы вот сажаем вот эти вот в каком-то там еще количестве и ли то есть мы сажаем вот эти вот образующие там в разные там ну члены нашего комплекса и дифференциал на этом равен нулю а потом добавляем новые элементы так что дифференциал от них вот уже содержится в том что у нас уже есть и тут вот это вот условия возрастающей фильтрации она будет совершенно нетривиальным условиям и в общем не любой уже элемент будет кофибрант нам у которых который там по члену проектирую ну все ладно давайте уже дужу вас отпускать так что ну мы это может потом еще